Приветствую вас от 1-го Московского стратегического университета имени Сечина, Москва, кафедры общественного здоровья и здравоохранения. Я не онколог, и я с большим пиететом отношусь к специалистам, которые, в принципе, как сейчас мы слушали, лечат таких тяжелых больных, и лечат, и продлевают им жизнь, и вылечивают. Поэтому я с большим удовольствием и с большой благодарностью хочу сказать организаторам за то, что мне дали возможность сюда приехать вместе с вами послушать доклады и посмотреть, что здесь происходит на этом заседании. Когда мы с вами говорим, тему поставили основу клинического менеджмента, я ни в коем случае не собираюсь никого учить, ни в коем случае. Ни за что и никогда, потому что вас нельзя учить, вы уже настолько все, в общем-то, опытные специалисты, и пока я слушала все доклады, которые были только что, я записывала сразу же буквально себе в блокнотике то, что мне нужно вам отметить и сказать. Мы сегодня с вами затронем только несколько моментов, возможно, я пересекусь в докладе с Максимом Юрьевичем, может быть, еще как-то мы друг друга дополним, или какие-то еще акценты. Мне бы хотелось просто сделать некоторые акценты на тех вопросах, которые для нас с вами могут быть понятны или непонятны. Итак, что мы сегодня с вами вместе должны разобрать? Мы сегодня просто вместе с вами посмотрим, и с Максимом Юрьевичем, когда мы говорили, мы говорили, давайте сделаем как лекцию, потому что я не стал сделать никакие цифры, потому что цифры делаете вы, онкологи, делаете вы, специалисты, которые вы показываете, какие результаты у вас есть. И я бы хотела просто обратить внимание на самые основные ключевые понятия, которые сегодня вот уже предыдущие докладчики все раскрыли в своем докладе. Я хочу просто сделать акценты для тех, кто в этом еще не принимает такого большого участия или, в принципе, только знакомится с этими вопросами. Мы сегодня с вами вместе поговорим, что такое менеджмент, клинический менеджмент, поговорим про этап управленческой деятельности и немножко рассмотрим вопросы, которые связаны с особенностями управления системой здравоохранения. Почему мы об этом говорим? Я бы хотела, извините, Максим Юрьевич, что я, может быть, немножко к теме перекликаюсь, я хотела бы затронуть те моменты, которые связаны с тем, что такое управление. Здесь сидят специалисты, внештатные специалисты, здесь сидят организаторы, здесь сидят клиницисты. Но когда мы с вами слово управления разбираем, то вот это самое нелюбимое слово менеджмент, которое сейчас идет, оно действительно просто отторгает всех. А, опять менеджеры пришли. Начинают командуть, начинают говорить, денег нет, они начинают раздавать какие-то указания. И когда мы начинаем вместе смотреть это слово, мне хочется просто перевести, может быть, параллель, может быть, сравнение между словами управление и менеджмент. Управление произошло от старорусского слова «управляться». Управо. Способность с кем-то управляться, справляться. Я специально здесь просто выделила те слова, которые, в общем-то, я считаю, что они такие очень ключевые. В широком смысле деятельность по управлению – это деятельность по руководству, кем-то или чем-то. При условии подчинения одного другому. То есть, если у нас есть подчиненные, или мы кому-то подчиняемся. Деятельность, которая направлена на то, что упорядует через какие-то процессы, которые происходят в обществе, в природе, коллективе, в медицинской организации, там, где они происходят, необходимо устранить их и привести в состояние в новое. Привести в новое состояние, устранить дезорганизацию приведения в новое состояние. Вот само любое управление, оно рассчитано на то, что приводится в новое состояние. То, что было раньше. И вот это приведение в новое состояние, и обратите внимание еще на очень интересные слова в этом определении, с учетом тенденций их развития и изменения среды. Мы сегодня говорили о снижении смертности. Мы с вами говорим о росте заболеваемости или снижении заболеваемости. Мы говорим о том, что происходят разные ситуации. Изменяется среда, изменяется тенденция. Значит, в принципе, это накладывает отпечаток на то, что мы должны работать по-новому в условиях этой изменяющей среды. Когда мы говорим про этап управленческой деятельности, она, в принципе, всем изначально известна. Те, кто начинали свой путь когда-то в качестве управленца, врача, ординатора, аспиранта. Мы сначала для того, чтобы что-то сделать, мы должны получить информацию. Мы должны ее получить и воспринять. Вот так как мы сегодня с вами слушали сообщение о том, каковы уровни заболеваемости, каковы тенденции, каковы прогнозы, мы должны проанализировать эту информацию и на основе этого анализа мы вырабатываем, принимаем решения. Мы или вышестоящие организации выполнения, контроль и оценка полученных результатов, внесение каких-то корректив, вознаграждение и наказание исполнителей. Но это, в принципе, известно, наверное, со времен тогда, когда мы еще обучались в школе или в университетах. Но если мы посмотрим, я из этих этапов управленческой деятельности выделила всего три. Решение, реализация и контроль. И все управление рассчитано на то, что должно быть решение, основанное на каких-то очень серьезных научных обоснованиях, на том, что проведен крупный анализ, который обобщает то, что у нас есть. С ситуацией, с организацией медицинской помощью, с финансированием, с обеспеченностью кадрами, с обеспеченностью койками, с показательной заболеваемости, с смертностью, с теми тенденциями, которые у нас есть. Принято решение. Решение есть. Значит, должна быть реализация этого решения, потому что если мы с вами говорим про управление, то если ты не реализовал это решение, тебя нужно увольнять, потому что ты не справляешься с должностными обязанностями, как у нас обычно говорят. Поэтому, пожалуйста, будь добр, это твоя работа. Реализация. И потом должен быть контроль. И вот тут, когда я начинаю разговаривать с теми, кто у нас обучается на разных курсах или магистратуры, или аспирантуры, или ординатуры, мы говорим с молодыми, мы говорим о том, что, понимаете, контроль будет. Например, есть решение, и контроль будет, ну, скажем так, 29 июня, когда мы начинаем делать что-то, чаще всего. Некоторые расхлябанные и неответственные люди начинают это делать 27 или 28 июня в последние моменты. Поэтому, в принципе, к сожалению, очень многие дела делаются в последний момент, делаются наспех, торопясь, лишь бы отчитаться. Я не говорю про такие серьезные, уважаемые организации, которые вы ведь представляете. Но делаем мы наспех для того, чтобы отчитаться и скинуть с себя эту кучу работы, которая, в принципе, у нас есть. Поэтому отсюда возникает проблема качества. Какое качество мы при этом делаем? Что мы делаем в последний момент? И если мы ориентируемся только на контроль, который обязательно будет конечной точкой управления, то, в принципе, чаще всего этот контроль выискивает и показывает те самые главные недостатки. Куже всего есть еще более расхлябанность у людей, потому что говорят так, сдать 29, и народ в течение 29 числа до вечера бежит с этими документами или с чем-то там еще. Сказали до 29, понимаете, у нас уже свои уровни ответственности, свои решения. Но сегодня же 29, и поэтому, в принципе, все делается в последнюю точку. И вот если мы с вами проводим параллель между управлением и менеджментом, возникает необходимость рассмотрения, что такое менеджмент и в чем специфика менеджмента. Менеджмент появился тогда, когда появилась финансовая часть оценки управленческой деятельности. Он появился тогда, когда стали создаваться крупные производства, это, в принципе, конец 19 века, начало 20 века, когда стали говорить о том, что каждая копейка рубль бережет, когда стали говорить о том, что каждый центр бережет более крупные деньги в любом валютном исполнении. И тогда стали говорить о менеджменте. Действительно, наука менеджмента пришла к нам не из нашей страны, не из России, в принципе, она из зарубежной системы. Особенность менеджмента как управления – это вид управления. Менеджмент – это специфический вид управленческой деятельности. Особенность его в том, что все решения в рамках менеджмента, как такового, принимаются исключительно в условиях рынка, исключительно с условиями требований рынка, с той ситуацией, которая складывается. И независимо от того, что 5, 15 или 29 будут спрашивать контрольную точку, да будет дедлайн. Поэтому фактически эти требования не зависят от того, что будет проверять инстанция. То есть люди на каждом этапе, начиная от того, как было решение, до точки контроля должны работать. И вот менеджмент на это и рассчитан. Как сделать так, чтобы все задействованные лица работали от принятия решения до конечной точки. Активно, слаженно, дружно, единые команды, результативно. В этом специфика менеджмента и есть. И поэтому, когда мы говорим про менеджмент, то есть возникает это действительно специфика управления, это не просто перевод слова. И когда мы говорим про менеджмент, то есть фактически мы должны сказать, что менеджмент – это процесс управления. И в нашем языке и в нашем обиходе под менеджмент понимают систему мероприятий, которая направлена на достижение цели. Но мы привыкли говорить, что это может быть и искусство управления, практика работы, и наука, потому что какой менеджмент может быть в системе онкологии? Тут, наверное, научин-то тоже говорит, да, в онкологической помощи менеджмент. Может быть, говорить про управление, онкологическую помощь, я не знаю, нужно еще подумать. Можно ли говорить про менеджмент в государственной службе? Там вообще менеджмента быть не должно, потому что, в принципе, менеджмент ориентирован на получение прибыли. Значит, прибыли там не должно быть как таковой. Мы можем говорить только про управление или руководство. Тогда где и почему мы с вами изучаем этот менеджмент? Менеджмент как наука. Любой человек, который занимает какой-то ответственный пост, любой человек, который занимает управленческую должность, он проходит эту науку, он должен ее проходить, он должен с ней быть знаком. И наука, как область человеческого знания, она ему необходима. Менеджмент – это функция, вид деятельности, что мы делаем, мы руководим. Менеджмент – это процесс, потому что не просто приказал, дал команду, было решение, а потом проверили. Это целый процесс, который направлен на то, чтобы от точки, от счета, как я говорила, до точки принятия решения и контроля все бы задействованы полностью и окончательно. И менеджмент – это орган или аппарат управления, менеджмент компании какой-то там, BP или какой-то там еще. Когда мы говорим в нынешнее время о менеджменте и управлении, то возникает очень интересная вещь. Это только у нас появилось сейчас? Нет, конечно, я уже сказала, что это конец 19-го, начало 20-го века. Но дело все в том, что удивительная вещь была. Еще с 60-х годов нам это все давали. Было управление по Янгу. Те, кто постарше, знают, что когда проходили, им это управление давали, им читали. У меня мама работала главным экономистом, и когда она умерла, я перебирала документы, у нее был блокнот «Экономиста» 1962 года, извините, 1962 года. Потребанный старый, я не смогла его перефотографировать, просто не успела. Но с одной стороны, с ленинской принципы отбора кадров и научной организации труда перевернула на другую страницу «Анри Фаюль, как управлять производством» в 1932 год. То есть все это в 1962 году давалось, но это было там, за границей, там у них. Нас это не касалось, у нас была другая страна, у нас было плановое ведение хозяйства, нас эти проблемы не волновали. Нам этот менеджмент не давали, хотя он печатался, всем все давали, но мы его просто не воспринимали, потому что он не касался. Когда мы с вами разбираем параменеджмент, мы, конечно, говорим о том, что чаще всего это касается той структуры, где есть прибыль. Это совокупность принципов, форм, методов работы, которые ориентированы на то, чтобы можно было достичь эффективного производства, эффективного оказания помощи или услуг для того, чтобы получить прибыль. И поэтому, когда мы разбираем менеджмент, мы, конечно, чуть-чуть, извините, прошу прощения, я очень быстро постараюсь это сделать. Менеджмент, он не просто так медленно, ползуче развивался, он шел скачками. Эти скачки были, как их называют, интеллектуальные порывы, потому что в обществе происходили очень бурные изменения, и сама система управления, она все время претеревает определенные изменения. Даже сейчас, когда мы смотрим с вами, как развивается наше здравоохранение за последние годы, и когда у нас стоят один с другими национальные проекты, и мы их должны выполнять, и мы это делаем, то есть, в принципе, у нас точно так же идет и интеллектуальный, и научный прорывы, и мы должны делать для того, чтобы добиться этих результатов. Но какие же школы управления за это время сложились? Я очень быстро. В конце 19 века, начале 20-го был Фредерик Тейлор. Фредерик Тейлор, в принципе, заложил основу научного управления менеджментом, и когда мы учились, нам в свое время давали Тейлора, как, извините, в кавычках, того самого империалиста, который вжимает пот из своих работающих, потом его выбрасывает, говорит, что мне больше не нужно, потому что прибыль хозяина ты принес. Теперь есть более молодые, крепкие люди, которые будут работать вместо тебя, а твои силы уже истрачены, иди, у нас большая безработица. Мы никогда не думали, что наступит то время, которое очень будет близко к Тейлору, потому что настоящий момент примерно такое. В возрасте 45 лет ты уже не знаешь, где ты можешь работать дальше. Если тебя сократили, то это кому-то нужен в такие уже истраченными силами. Время возвращается с 5 и на новых условиях, и приходит оно к нам. Но Тейлор сделал еще одну очень серьезную вещь. Заложив эти основы выжимания пота, получив КПД от каждого человека, Тейлор заложил систему социальных пакетов и бонусов для своих работающих, которые получали льготы и получали определенное поощрение. Поэтому, в принципе, это их еще держало на работе. Анри Файоль. Анри Файоль называют отцом менеджмента. Он француз, но даже американец называют его отцом менеджмента. В 30-е годы прошлого столетия Анри Файоль обосновал науку менеджмента. Он сказал о том, что управлять надо, основываясь на принципах, на функциях управления. И до сих пор мы эти функции и принципы рассматриваем. Да, и были этапы очень серьезные. Просто так, как управлять как машины, нами невозможно. Мы это видим очень хорошо в системе здравоохранения. Поэтому мы живые люди. У нас пациенты. И когда мы с ними работаем, мы, конечно, не механизм. Я привыкла говорить, что мы орудие труда и средства производства в одном флаконе. Скорее всего, и так. Но это невозможно. Отсюда возникает просто проблема, что в середине 40-х, 50-х годов прошлого столетия появилась наука психология. Наука психологии стала рассматривать человека как живое существо, которое требует поощрения и наказания, соответственно, вознаграждения за то, что он делает. И поэтому, в принципе, психология, социология о человеческом поведении стала развиваться. Мы все это с вами претерпеваем в системе здравоохранения. И с 50-х годов по нынешнее время произошло несколько скачков очень интересных изменений, когда наука стала развиваться такими путями, что мы вошли в новый, очень интересный уровень развития, когда стали говорить о том, что нынешнее время требует новых подходов, системного подхода. А сейчас мы все больше и больше склоняемся к тому, что он требует ситуационного подхода. В зависимости от той ситуации, которая сложилась в том или ином регионе, в той или иной системе, в том или ином медицинской организации, у нас ситуационный подход. Это не должно быть сиюминутным, но это должно быть по ситуации. Поэтому менеджмент требует учета ситуации, учета ситуации заболеваемости, учета ситуации смертности, учета ситуации количества врачей или недостатка врачей, учета ситуации, связанной с обеспеченностью койками, учета финансирования и всех остальных ситуаций, которые у нас есть. Иногда они бывают все вместе. Поэтому, когда начинаем вместе смотреть про менеджмент, то нынешнее время оно тоже очень интересно. И здесь очень взрослая аудитория сидит, ни в коем случае не собираясь делать ликбез. Простите меня, пожалуйста, но мне бы хотелось просто обратить внимание на то, что в мире сейчас действительно есть две системы управления, это американская и японская, есть еще другие, западноевропейская, есть российская модель управления, потому что, в принципе, это очень серьезно. Мы для главных врачей, когда делали, просили, чтобы они нашу российскую систему описали, как они это понимают сейчас, в нынешнее время. И данные, которые сейчас идут, они очень существенно отличаются от того, что было в середине 90-х годов, потому что первое восприятие было очень удивительное. Есть американская и японская модель. Японская модель ориентирована на долголетие, работу в труде, и вы знаете, что есть такое понятие, как трудоголикой. Это характеристика японских работающих. Здесь групповые ценности, здесь система ориентированности на организацию. Человек полностью и отдается, и эта система дает очень хорошие результаты. Япония – первая страна в мире, которая приняла политику качества. Качество во все. Высокий уровень младенческой смертности, огромное количество абортов, которые были в стране, в принципе, привели к тому, что за определенное количество времени у них эти показатели резко сократились. В Японии политика качества принята на каждом уровне. От верхнего руководителя до самого нижнего работающего человека. Люди, которые работают в низовых структурах, они имеют право собираться в кружки, и собираются – это их право, их обязанность – собираться в кружки качества. Они оценивают качество работы своего, своего подразделения, самооценку. Они могут дать оценку вышестоящему руководству. Идет более высокий уровень оценки, идет на более высокое звено. Поэтому в системе пронизывается все. Американская модель, она ориентирована на другое. Она ориентирована на идеологию личностного детерминизма, поэтому, в принципе, мы говорим о том, что здесь идет детерминизм. И второе, что в американской модели это достижение результата, быстрая эффективность, быстрая смена деятельности. И в американской модели, в принципе, еще одна система узкой специализации. То есть ты должен заниматься конкретным делом, ты здесь должен достигать максимального прорыва и уходить дальше. Поэтому, в принципе, здесь есть две противоположные системы. Я бы хотела просто их быстренько еще сказать по поводу того, что они очень сильно отличаются по управлению персоналом. Чем они отличаются? В американской модели главные критерии организации работы – эффективность. А эффективность, эффективность и еще раз эффективность. Ты должен работать, иначе ты не получишь за это денег. Ты выполнил задание, за это ты получаешь средства. Поэтому вот эти критерии основы организации, основы организации работы, они действительно очень серьезные. В Японии главная гармония. Человеку должно быть хорошо там, где он работает. Это мой дом. Я отдаюсь полностью этой работе. Я здесь живу, ну не живу, но это моя система. Я учился, я здесь работаю. Эта система моя. И самое главное, что у меня есть обязанности. И главное – выполнение обязанностей. Да, ты младший медицинский работник, ты медицинская сестра, ты врач, ты главный врач, ты санитар, ты водитель, ты механик. Но это твоя обязанность, ты сам выбирал, ты подписывал контракт. Твоя обязанность. И поэтому ты обязан ее выполнять. Я за такие деньги работать не буду. Буду, потому что ты подписал. Конкуренция огромная. Она отличается очень сильно в американской и японской модели, потому что, в принципе, гарантии для работников совершенно различные. В американской модели, естественно, низкие, в японской высокий пожизненный найм. Пожизненный найм, потому что, в принципе, человек по окончании учебного заведения уже идет работать туда, где он будет работать дальше. И это гарантирует ему определенную успокоенность и спокойствие, что он будет там трудиться, то есть у него есть гарантии на будущее. Причем после окончания учебного заведения и плюс оплата в зависимости от стажа и еще оплата в зависимости от того, насколько эффективна его работа и в зависимости от того, в принципе, сколько лет прошло после того, как он поступил на эту работу, ему прибавляют определенное количество денег. И он знает, что через 5 лет ему прибавят деньги, через 10 лет ему еще прибавят деньги. Таким образом, он может планировать покупку дома, он может планировать свою семью и может планировать свои результаты. То есть американская и японская модели, они ориентированы по-разному на людей. И еще, что очень важно, что в американской и японской модели разные принятия решения. Американская модель сверху принимает решения высшего руководства, и отсюда делегируется полномочия, отношения с подчиненными формальные. Японская модель ориентирована на принятие решений снизу вверх до самого уровня, но отвечает самое высшее звено. Самая большая разница в этих двух моделях в том, что американский принцип работает не лист, не свое дело. Японский принцип проникая во все сферы жизни. Для того, чтобы они не уставали на том, что вот этот пожизненный найм, в японской системе очень широко распространена система горизонтальной ротации. Человек переводит из одного подразделения в другое, и он меняет технологии для того, чтобы там осваивать эту работу. С системой здравоохранения очень тяжело сделать. Но была система работы акушера-гинеколога в стационаре, в женской консультации. Работал когда-то врач в стационаре, в принципе, в поликлинике в свое время, когда мы там говорили. То есть не просто консультировал, а он работал. Поэтому у него была определенная смена. Но это было в советское время, было очень давно. Поэтому, когда мы говорим про эту систему, вот система ротации, система смены деятельности позволяет сказать, кто ты и что ты, что ты делаешь. Есть притча, извините, да, ну такая Плутарха, он идет по пустыне, видит, люди грузят какие-то камни в тачку. Подходит к одному и говорит, что ты делаешь? Уйди, старик, не мешай, тяжелые камни гружу. Подходит к второму, а ты что делаешь? Камни на стройку везу. Подходит к третьему, а ты что делаешь? Я строю храм. И вот этот третий понимал, что он делает, ради чего он делает. Мы опрашивали врачей в Центральном округе, в Приволжском округе, в Южном округе, было очень большое массовое исследование, когда мы спросили, скажите, пожалуйста, врачи и средний медицинский персонал, зависит ли от качества вашей деятельности, качества работы вашей организации или вашего подразделения? 8% сказали нет или не знаю. Вот это было очень удивительно. Тот же самый Анри Файоль, который мы сегодня упомянули, он заложил принципы управления. Они были в 1930-е годы, они сейчас есть. Разделение труда, власть, единство распределительства, единство руководства, подчинение частных интересов общественным. Они у нас есть, мы в них существуем, мы в них работаем. Принципы вознаграждения, то есть поощрения или наказания, централизация, порядок, справедливости, постоянство, инициатива, единение персонала, они все есть. Теперь возникает просто проблема, как это нас-то касается. Но ведь точно так же мы живем по этим же принципам. И самое удивительное, что когда я сейчас перечисляла японскую или американскую модель, мы не японцы, у нас менталитет японский, но мы вошли в американский ритм жизни. Потому что так же нас требует эффективность, так же нас требует отдача, так же нас идет реализация заданий, такой же ритм, такая же сумасшедшая гонка. И поэтому мы со своим российским менталитетом немного не вписываемся в эту систему, или мы уже просто адаптировались, но были молодые, они уже более адаптированы, чем те, кто старше. Отсюда возникают некоторые противоречия психологического характера, которые мы можем еще и услышать, почему люди недовольны своей работой, они не справляются. Они не могут свыкнуться, особенно те, кто постарше. Им очень тяжело, потому что вот этот диссонанс идет при тяжелой работе, при такой ответственности, при таких тяжелых пациентах, с которыми мы работаем. И вот этот диссонанс, осознание себя, своей роли в этой системе, это очень тяжело. Андрей Файоли предложил еще и функции управления. Они, в общем-то, здесь изложены на слайде. Планирование, организация, мотивация, руководство, координация, принятие решений. Они есть у вас в вашей практической деятельности, если вы являетесь руководителем, заместителем руководителя, главным инвестантом, специалистом. Но когда мы начинаем с вами вместе рассматривать, я просто сейчас их все сведу в одну систему. Это называется классический цикл управления по Андре Файоли. Они соединены всего лишь в несколько функций. Это планирование, организация, руководство, координация и контроль. Я здесь еще не стала одну писать. Функция, мотивация. По сути дела, ее можно расположить между руководством и координацией, можно чуть выше, а лучше в середину, потому что, в принципе, без мотивации ни одна функция не пойдет. И когда мы говорим о планировании любого дела на уровне региона, на уровне отдельной медицинской организации, на уровне подразделения, то планирование – это самая важная функция. Но планирование может быть тогда, когда оно научно обосновано. Или планирование может быть тогда, когда оно обосновано цифровыми данными, когда есть статистические данные, вот как сегодня представляли все предыдущие докладчики о том, что происходит на территории. Вот эти цифры и позволяют сказать, что необходимо планировать на новом этапе. И поэтому, когда мы говорим про это планирование, оно действительно очень важно. Но планирование – функция очень важная. Теперь смотрите, что получается дальше. Если мы разберем это планирование, для того, чтобы мы могли что-то сделать на будущее, мы должны еще оценить, а стоит ли нам планировать это все. И можем ли мы решить эту задачу. Поэтому существуют два стратегических подхода анализа этой ситуации. Степ-анализ и свод-анализ. В чем их разница? Степ-анализ оценивает то, где мы живем, в какой среде. И я сегодня хотела попреставать к Ивану Александровичу, но не стала, потому что, в принципе, может быть потом в дискуссии. Связана смертность и снижение смертности в Питере и в Москве. Понимаете, в чем дело? Это два крупных города. Так, может быть, они связаны с тем, что сюда приезжают мигранты. Поэтому, в принципе, они тянутся в Москву и Станкт-Петербург, потому что здесь они могут получить ту самую помощь, где больше нигде не получают, и приезжают самые тяжелые. И здесь они, к сожалению, нам дают все там самые негативные результаты. Потому что, а может быть и нет. Это еще нужно спорить. И я знаю, что Иван Александрович мне сейчас будет спорить со мной. Потому что, в принципе, действительно проблема очень сложная. Мы столкнулись с тем, что у нас рождаемость в Москве, я не говорю про смертность, ни в косты, ни онкологию, рождаемость очень сильно повысилась, огромное количество инвалидов, детей, врожденные в аномалии, пороки развития от детей, от мигрантов врожденные остались в Москве. Поэтому они до сих пор существуют в домах-интернатах, за ними ухаживают наши люди, они считаются нашими детьми. Поэтому они нам дали прирост рождаемости и прирост инвалидности. Это просто в качестве дискуссии. Поэтому, когда мы оцениваем ситуацию, мы должны оценить, что вокруг. Кто приезжает, кто уезжает, какие вы миграционные потоки, какая ситуация, есть ли какие-то технологические изменения, что происходит с экономикой, какая политика. И вот это то, что в ваших регионах происходит, мы сегодня как раз с вами обсуждали. Свод-анализ, он немножко другой. То есть он дает возможность оценить, а где мы живем и кто мы такие. Поэтому он оценивает ситуацию, где я нахожусь. То есть ситуация внутренней страны. Внутренне это мы. Мы наша организация. Мы наше здравоохранение региона. У нас есть сильные и слабые стороны. А что у нас сильного? Сегодня Максим Юрьевич сколько всего рассказывал. Сильного и слабого, да? То есть сильная у нас обеспеченность врачами, койками. И Иван Александрович рассказывал. В общем, каждый выступающий доложил сегодня, что у него в регионе есть и в своей медицинской организации. Наши сильные стороны, наш профессионализм, наше количество людей, наши результаты, в конце концов, которые мы получаем, и очень успешные результаты. Но у нас есть слабые стороны, и мы сегодня тоже их заслушали. Мы можем увидеть, в чём они существуют и какие различия. Но есть внешняя среда, внешняя политика, законодательство. Это население, платёжеспособное и неплатёжеспособное население. Это та территория, которая, в принципе, нас окружает. Это те люди, которые к нам приезжают и привозят своих детей. И поэтому получается, что есть возможности и угрозы во внешней среде. Возможности, да. У нас есть законодательство, да. У нас есть решение проблем в рамках политических задач. Но есть и угрозы. Можем ли мы это сделать? Потому что там ставят сроки такие, которые, в принципе, достаточно серьёзные. Способны ли мы в эти сроки решить эти задачи? И вот для того, чтобы мы принимали какое-то решение на уровне территории или медицинской организации, можно провести этот свод-анализ. Надо сопоставить свои сильные и слабые стороны и угрозы. Конечно, это можно сделать с помощью квалиметрического метода, и проводится глубокий анализ, который даёт возможность это ценить. Но дело всё в том, что если мы сопоставим и увидим, даже хотя бы качественно, что сильные стороны и возможности сочетаются, очень хорошо. Значит, с вами будут заключать дальнейшее развитие. Вы можете оставлять бизнес-план, то есть, в принципе, у вас будет успешно. Если много слабых сторон и много угроз, то безнадёжная ситуация. Может быть, другое, может быть, очень много слабых сторон, но у нас есть возможности, нас поддерживают. У нас есть пути выхода, у нас есть сотрудничество, у нас есть международное сотрудничество, у нас есть возможность форума, на котором мы можем поделиться, и вот сегодня уже сколько предложений было на этом форуме, даже в этой аудитории. У нас есть другое, у нас есть масса угроз. Как нам приезжали когда-то американцы, сказали, «А что будет, если победят коммунисты?» «Кому нужны менеджеры?» Такие фразы были очень смешные и очень интересные. То есть, возникает ситуация другая. Есть угрозы, угрозы политические, экономические, но мы-то сильные. Смотрите, какие у вас результаты замечательные в вашей деятельности, то, что мы с вами говорили. И отсюда возникает обсуждение того, что мы с вами вместе говорим. Поэтому, когда мы с вами разбираем вот этот цикл управления, я бы просто хотела сказать, что он является не просто с точки зрения менеджмента или управления, он важен для каждого из них. Потому что клиническое управление, управление медицинской деятельностью, управление в рамках медицинской организации или здравоохранения на территории идет по тем же самым принципам, по тем же самым функциям. Поэтому мы можем с вами говорить о развитии регионального здравоохранения. Мы должны планировать и организовывать руководство и координацию. Вот я сейчас сидела и писала, то есть родители, как сказал Максим Юрьевич, координация, то есть в принципе они не контактируют с врачами, потому что нарушена система координации за грубость. Иван Александрович говорил тоже, в принципе, про проблемы координации. Андрей Леонидович сказал о том, что вокруг больного сконцентрированы все службы, это система координации и приближения медицинской помощи к пациенту. Это действительно координация очень жесткая и очень существенная. И Михаил Николаевич тоже говорил про координацию, потому что есть сведения о онкологическом больном, который передается семейному врачу. Это все тоже координация, это та самая система, то есть мы ее можем рассматривать на разных уровнях. И в силу того, что мы когда-то с вами говорим, есть разные функции планирования, есть функция стратегического тактического или оперативного планирования. Мы когда планируем что-то, мы должны обязательно с вами знать, если мы планируем эти мероприятия, зачем мы это сделаем. Цель – это конечный результат, то, что я получаю. Простите, пожалуйста, а кому это надо? Миссия. Какова миссия вашей организации? Какова миссия принятых вашим решением? Для чего? Для кого? Для пациента? Для вас? Для кого это нужно? Для кого? И поэтому, в принципе, я думаю, что в системе здравоохранения эта проблема не стоит так остро. Но вообще очень часто в жизни мы сталкиваемся с тем, что у нас принимаются решения, которые, в общем-то, еще нужно просто продумывать, зачем мы их принимаем. Мы добиваемся результата, мы будем к нему идти сломя голову, мы будем падать, умирать, но этот результат мы получим. Но дело в том, что миссия – это предназначение. Цель – это конечное состояние. Что я хочу получить? Достичь результата. А миссия, в принципе, она говорит нам о том, что это генеральная цель медицинской организации или другого объекта, который отвечает на вопрос, что мы себя представляем, кто мы такие, для чего мы работаем и зачем мы существуем. И вот если мы с вами говорим про эти задания, то организация работы, координация работы, мотивация работы – они есть в любой системе. Они вкладывают основу любого управления. Но мы на сегодня с вами говорим о клиническом управлении. Клиническое управление, оно ставит перед нами задачи совсем другие. То есть фактически, как соединить систему здравоохранения, как соединить нашу ответственность за жизнь и здоровье людей, с которыми мы работаем, и как нам наложить эти функции управления для достижения результата. Отсюда возникает просто несколько очень серьезных вещей, которые связаны с тем, что сами факты вот этого проведения, этого клинического управления, они связаны с тем, что само клиническое управление связано с использованием всех сил и средств. Финансовых ресурсов, людских ресурсов, информационных ресурсов, материальных ресурсов, которые задействованы, использованы внутренние и внешние среды для достижения цели организации. А цель у нас с вами одна – состояние здоровья населения. У меня, в общем-то, в принципе, доклада гораздо больше. Я просто поняла, что я уже перехватываю 30 минут, я поэтому его сбросила туда, и можно его потом получить, если это необходимо. Я бы просто хотела закончить, в принципе, на том, что, когда мы с вами говорим про управление и говорим про клиническое управление, то клинический менеджмент – это очень серьезное направление. Оно действительно требует более глубокого развития и принятие решения на каждом звене. Решение принимает лечащий врач. Я просто последние слова, извините, буквально секундочку. Решение принимает руководитель. Для руководителя медицинской организации клинический менеджмент касается управления всеми ресурсами организации для достижения поставленных целей. Для лечащих врача клинический менеджмент касается вопросов управления лечебным процессом. Его тоже надо планировать. И поэтому вопросы возникают очень серьезные. А понимает ли лечащий врач, что такое управление лечебным процессом? Как мы с ним это обсуждаем? И каким образом мы его в этих рамках обучаем? Вот это такие пока поставленные просто задачи, для того, чтобы можно было немножко взбодоражить вашу аудиторию. Спасибо большое. Продолжение следует...